Да, еще раз здравствуйте. Мне вообще больше всех повезло. Я когда только была, начинала быть активистом, вот прям начинала, я попала в крутую программу «Малая территория. Большое будущее». Оттуда я выросла ресурсным центром, и тут же меня подхватила волна территория роста. Поэтому такой результат получается лучше, когда ты в сопровождении старшего брата в медицинском центре «Гаран». Поэтому спасибо «Гранты» за такие программы, обучающие для нас. Это дает нам возможность развиваться. Я, к сожалению, без презентации, прошу прощения, в отпуске я без ноутбука, но я думаю, что постараюсь объяснить все без картинок, более понятно и внятно. Мы ресурсный центр с 2020 года. В 2021 году мы начали думать, а как же нам сделать образовательные программы. И у нас по итогу, получается, две целевые аудитории. У нас молодежь, в большей степени это школьная, студенческая молодежь, и взрослая аудитория. Это члены ТОС, специалисты НКО. И так случилось, что они прям взрослая, реально взрослая аудитория, 45-50 плюс. Вот такие совсем маленькие, совсем большие люди, так мы их называем. И мы запустили два тестовых проекта, две образовательные программы. Одна была для молодежи, для вот таких школьников, а вторая была как раз для специалистов ТОС-НКО. В молодежь мы взяли тех, кто занимается волонтерством. У нас было две цели. В молодежке у нас была цель, чтобы из волонтеров сделать организаторов, которые будут нам помогать в мероприятиях, и которые сами будут инициировать проекты и мероприятия. А вот касаемо ТОС-НКО, мы хотели создать сообщество. Мы должны были заявиться как ресурсный центр в этом году, в 2021 году. И нам хотелось именно вот это вот сообщество, как себя создать. Поэтому было принято решение, что мы запускаем образовалку, мы в нее вкладываем понемножку всего, впихнуть не впихуемое, как оказалось, и соцпроектирование, и все, что этого касается. Но получился очень интересный результат. Получилось так, что две программы пошли в параллели, и мы поддерживаем ту идею, что мы не придумываем велосипед. У нас Центр Гранд показывает примеры мероприятий, которые нужно проводить, и начали мы обе программы с образа будущего. То есть для нас важно, чтобы люди в самом начале помечтали, пофантазировали, вспомнили, как было, подумали, а что они могут сделать вместе, как они это могут сделать вместе. И получилось так, что для детей мы сделали отдельно, и у них там прошла в своем фантазируемом мире. А вот как раз для взрослой аудитории мы поставили вот этих волонтеров из той программы. И что случилось? Это произошло, честно говоря, неожиданно для нас. Волонтеры сели вместе с взрослой аудиторией придумывать образ будущего. И мы сначала так думали, что это риск, потому что взрослые не факт, что состыкуются с молодежкой, и может даже пойдет как-то не так, как мы планировали. Ну что произошло? Молодая аудитория начала больше фантазировать и показывать какие-то новые технологии и новые интересные идеи, а взрослая аудитория, не видя таких вот интересных идей, схватили какие-то моменты у них и начали это все вкладывать даже в свои новые социальные проекты. А как раз таки молодая аудитория, которая фантазирует и придумывает какие-то нереальные вещи, их взрослая аудитория стала немножко приземлять к какому-то прикладной вещи и показывать, что да, это круто, это, наверное, как-то феерично, но вот смотрите, как можно реально сделать вашу фееричную вещь. В общем, мы неожиданно столкнули две своих целевые аудитории. Потом пошло все стандартно, у всех там отдельно пошло социальное проектирование, фантразинг, все вроде пошло ровно, но мы поняли, что если взрослую аудиторию, мы понимаем, куда мы готовим каким-то мини-грантовым конкурсом, его большим грантовым конкурсом, если это уже какое-то состоявшееся НКО. Их было ясно, к чему консультировать, ясно, какие заявки заполнять и где финансирование взять. То с молодой аудиторией получилось так, что ребята стали реально придумывать интересные проекты, но они как-то соприкасались с идеями и взрослой аудитории. Что мы сделали? Мы взяли из взрослой аудитории, из этих специалистов ТОС и НКО, наставников каждой проектной команде молодежки. У нас две программы параллельно немножко соединились. И вот эти вот взрослые, эти ТОС и НКО стали помогать дорабатывать идеи наших подростков, помогали им писать немножко заявки. Естественно, мы их там консультировали, но ребята молодые почувствовали какое-то плечо от таких мощных людей, как Совет ветеранов, ТОСы, которые делают классное благоустройство. Они почувствовали, что да, их идеи как-то откликаются у взрослой аудитории. Дальше мы решили, что надо провести какое-то фандрайзинговое мероприятие, потому что нужно как-то ребят поддержать. И тут, благо мы участвуем в программе «Территория роста», нас поддерживают на организации мероприятия круг благотворителей. Вот мы решили, что нужно круг благотворителей внедрить в наш образовательный проект. Ребята, подготовившись вот к такому интересному мероприятию, мы сами учились в момент проведения образовательных мероприятий. Ребята учились, взрослая аудитория училась быть наставниками. И на круге благотворителей мы провели какие-то, для нас показалось нереальное какое-то мероприятие, потому что ребят поддержали на сумму 191 тысячу рублей. У нас маленький город, порядка 19 тысяч населения. Мы собрали почти 100 человек, которые были готовы поддержать вот этих вот инициативных ребят. ТОСы и НКО были защитниками у этих ребят, были наставниками у этих ребят. Просто население поддержало ребят вот с такими большими суммами. Что происходило дальше? В проектах у нас был итоговым мероприятием – это стажировки. Мы посчитали важным начать с фантазии, закончить стажировочным мероприятием, потому что вот они что-то проделали уже в своих организациях. Хотелось бы понять, а как делают другие? И у них был такой запрос, как делают другие. И вот молодежная аудитория у нас поехала по своему направлению смотреть эти открытые пространства, смотреть новые мероприятия. А взрослая аудитория у нас поехала в ТОТЬМУ смотреть, как там развивается ТОСовское движение. Теперь вот если сделать итог всех двух наших направлений, то мы понимаем, что даже не нужно разделять эти две аудитории, их можно вести вместе и видеть, как они друг от друга учатся, как они друг другу помогают. И вот новый проект в следующем году мы уже не разделяем, мы не разделяем себе аудиторию, они у нас идут вместе в одной программе и сделали вывод, что нельзя впихнуть не впихуемое, потому что мы напихали всего, что можно и нельзя. Это было страшно, потому что люди учились и говорили, а еще, потому что мы не все поняли. И теперь понимаем, что нужно прямо сделать, если социальное проектирование, мы делаем социальное проектирование. Если мы лучше психфандрайзинг, значит, мы лучше психфандрайзингу. А двухдневные мероприятия – это только познакомиться с этим, только объединиться друг с другом и понять вообще, с чем это можно есть, условно говоря. И как итог всех наших двух программ, на студии у нас 1 тысяч поддержали молодую аудиторию, а взрослая аудитория у нас получила два гранта. Одни крупный грант получили у губернаторского центра «Вместе мы сильнее», и второй у ТОСовских был небольшой грант, это конкурс мини-грантов у малокультурной мозаики. А, и еще победа у центра «Гарант» в конкурсе «Люди-дела». Вот такие у нас небольшие результаты, но самое главное для нас – то, что создалось сообщество, а мы про себя заявили на весь Няндамский район, что мы ресурсный центр. Вот наши примеры, мы помогаем. И следующая программа, которую мы планируем делать, спасибо опять фонду «Президентский грант», мы теперь тоже говорим такие слова. Ура, мы первые выиграли грант в фонду «Президентский грант», поэтому да, мы тоже теперь будем так говорить. И следующий, конечно, образовательный трек, мы договорились с Войной Евгеньевной, что мы проговорим каждый блок отдельно, чтобы наши затраченные силы и силы наших участников не пропадали зря, были более-более такие усиленные, потому что программа будет прописана и понятна, это самое главное для нас, а уж не только для участников. Вот я так коротко, если есть вопросы, я могу ответить. Да, Ксюша, спасибо огромное. Да, если вдруг есть вопросы к Ине, Ирине или Ксении, можно сейчас поднять руку и их задать. Пока вы думаете, есть ли у вас вопросы, или у нас будет еще в конце, мы можем пообсуждать в самом конце мероприятия, можно пока это как мысли зафиксировать. Мне кажется, что мы послушали три выступления о таких комплексных программах, разных абсолютно комплексных с точки зрения всех системных, нескольких блоковых программах. И вот у Ксюши на муниципальном уровне тоже такого комплексного подхода программы. И вот мне кажется, что все выступающие говорили о том, что есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание, да, ну вот все говорили о переборе материала, да, или о том, что мы перенасыщаем программы, и это становится неперевариваемым, да, или очень трудным для участников. И с одной стороны понятно, почему мы это хотим сделать, с другой стороны вот этот баланс соблюсти очень сложно, но как-то надо этому учиться. Мне кажется, что вот особенно там Ирина и Ксения очень тоже, ну и Инна тоже говорили о том, что программой повышается эффективность, когда соединяется теория и практика. А еще Ксения добавила обмен опытом. Теория, практика и обмен опытом, да, вот когда мы имеем возможность вот таких, не просто учить новым знаниям, а давать возможность. Вот я даже написала, что возможность на практике это все отрабатывать, да еще и при сопровождении, потому что очень трудно внедрять то, что только что узнал. Мне кажется, что тоже вот Ксюша в конце сказала, что важно подходить все-таки методически к разработке программы, да, не просто вот, ну давайте что-нибудь поучим, а продумывать вот этот кусок. Тоже, наверное, важно это отметить, тоже у всех звучало. Ну и вот еще две вещи, как мне кажется, может быть, имеет смысл, наверное, подумать над этими формулами, что, наверное, эффективно, что, наверное, у нас должны быть разные программы. Программы ознакомительные, когда мы голопом по Европам, то, что Ксюша сказала, то, что попытка была все сразу натолкать, да. Программы углубленного обучения, когда мы заглубляемся и даем такие более серьезные знания. Программы, связанные с освоением тех знаний и навыков, которые мы дали на обучении, вот. И программы, которые связаны с внедрением в постоянную деятельность организации и того опыта и знаний, которые получили, да. Вот это все-таки, наверное, про разное немножко. И можно компоновать и думать о том, как мы развиваем такие программы, чтобы в них были все элементы или чтобы были разные программы, которые только ознакомительные или прямо программы на внедрение, для того, чтобы эти знания не повисали просто так в воздухе. И еще один вывод, который мне показался важным. Мне кажется, что мы, как организаторы, часто занижаем результаты того, что мы реально получили. Вот тоже у всех это потихоньку звучало, да, что вот маленькие результаты, или, как Ирина сказала, только на выпускном я, наконец, меня отпустила, и я поняла, что результаты все-таки есть. Да, конечно, когда мы говорим об обучении и о том, что люди еще потом должны внедрить эти знания, конечно, результат появляется не сразу. И вот самое главное, мне кажется, в таких программах самим веру не потерять, что мы правильно делаем, потому что иногда мы, думая, что ничего, ну какой смысл, ничего не получается, учим, учим, ничего не меняется. И мы начинаем терять веру в это, и иногда не дотягиваем чуть-чуть до конца. Вот, и вот на самом деле не принижать наши результаты, видеть вот эти маленькие изменения, которые потом, вот как переполненный стакан, в какой-то момент прям выплескиваются, думаешь, вот оказывается он, где этот результат. Вот дожить до этого результата очень важно. Я вижу, что Ксюше пишут предложение дружить. Вот, и мы очень рады этому, мне кажется, что вот сотрудничество муниципальных ресурсных центров, оно крайне важно, потому что им есть чем уже обмениваться друг с другом. Продолжение следует... Продолжение следует...